Спустя несколько лет мы на историческом факультете решили возродить проект «История и историки». Наш сегодняшний герой – Чудинов Александр Викторович, российский ученый, доктор исторических наук, специалист в вопросе французской революции и наполеоновских войн. Также в сферу научного интереса исследователя входит общественная мысль Франции, Британии и России и международные отношения в XVIII веке. Известные работы Чудинова Александра Викторовича – это «Французская революция», написанная в соавторстве с Дмитрием Юрьевичем Бавыкиным, Джильберром и Павел Строганов, «История необычного союза», «Старый порядок во Франции» и его крушение и другие. В 1988 году Александр Викторович стал организатором круглого стола «Актуальные проблемы изучения французской революции». В 1995 году провел круглый стол, посвященный якобинству. А уже в 2000 году Александр Викторович стал главным редактором французского ежегодника и является главным редактором по сей день. В 2009 году он выступил инициатором и участником ряда международных проектов, таких как «Франкоязычный гувернер в Европе XVII-XIX веков». В 2011 году провел круглый стол, посвященный теме «Отечественная история 1812 года. Актуальные вопросы современной историографии». 2014 года руководит лабораторией «Мир в эпоху французской революции» и «Наполеоновских войн», сформированной на базе ИВИРАН. Чудинов Александр Викторович был удостоен высоких наград за открытие в исторической науке. Награжден международной премией имени Леруа Болье за итоги исследований, представленных в монографии «Жильбер Ром» и «Павел Строганов. История необычного союза». Также в 2018 году, будучи главным редактором французского ежегодника, Александр Викторович получил награду в виде серебряной медали Ассоциации за распространение достижений французской культуры. Более подробно о себе и своем научном пути историк Новой Русской школы Чудинов Александр Викторович расскажет в своем интервью. Давайте начнем с самого важного для каждого историка. Расскажите про свой период обучения, как вы попали на историко-филологический факультет. Я посмотрела этот момент. Что вами движило, когда вы поступали? То есть, как дошел до жизни такой, что стал историком. С одной стороны, это был ряд случайностей, но с другой стороны, к этим случайностям я шел, можно сказать, заранее. У меня мама по образованию историк, она оканчивала Ленинградский учительский институт ИСТФАК, учительский институт имени Покровского. И хотя она работала в системе МВД, то есть она не работала учительницей, но в доме было много исторических книг, и я любил их читать. И папа, папа, он не был историком, но он любил военную историю. Папа воевал, освобождал Украину от нацистов, в 17 лет был тяжело ранен, как раз при форсировании Днепра, и любил военную историю. И дома было много книг по военной истории. Я это все читал с малого детства. Потом, где-то я был в классе втором, мама принесла совершенно уникальную вещь, «Атлас офицера». Это огромное такое издание, ну там, не знаю, килограмм 5-7 весит. И это собрание карт исторических. От античности и до Второй мировой войны. И вот я это лазил, изучал, и военную историю знал очень прилично. И когда я был в третьем-четвертом классах, сестра у меня поступала на юрфак, и надо было сдавать историю. И я ей помогал готовиться к поступлению в ВУЗ по военной истории. Потому что по военной истории я лучше знал, потому что девочки плохо военную историю обычно знают. Я лучше знал, чем она, и поэтому ей помогал. Но в дальнейшем я не очень знал, чем я хочу заниматься. Я любил очень, да, военную историю, военно-техническую литературу. Может быть, если бы зрение позволяло, а очень рано близорукость образовалась, я бы стал морским офицером, потому что я любил правоморской флот и огромное количество литературы читал, знал тактико-технические характеристики основных кораблей во Вторую мировую войну разных стран. То есть мемуаров много читал. Все это я любил. Но кем стану, не задумывался. И учился так себе. По истории у меня пятерка была. Учился я так себе. Это был город Архангельск, где я жил. И были более интересные вещи. Была улица. Была улица, а Архангельск 70-х годов это войны между группировками уличные, подростками. Такие большие войны, что там трамваи вставали. По 100 человек дрались и больше. Мне это нравилось. Я был разрядником-самбистом, призером городских соревнований постоянно, поэтому мне было это интересно. И так как-то вот стройки на четверку учась и деля досуг между улицей и чтением военно-исторической литературы, я дошел до восьмого класса. А в восьмом классе произошел вот тот первый случай, в который определяют во многом наш последующий путь. В кино появился фильм Александра Стефановича «Дорогой мальчик». Сейчас про Александра Стефановича, режиссера, мало кто помнит. Иногда вспоминают, что он был второй муж Аллы Пугачевой. Ну, разве всех их перечтешь? Но фильм он сделал очень интересный. Фильм по сценарию Сергея Михалкова должен был показать, как наш пионер, попадая к американским гангстерам, как он там ловко со всеми справляется и спасает сына миллионера, своего ровесника. Такой вполне идеологический фильм. Но Стефанович его сделал очень вкусно. Во-первых, он очень показал ярко вот эту вот западную жизнь. Неоновые рекламы, вот это общество потребления, яркие там джусы. Они их не соками называют, а джусами именно. Да, у нас до сих пор так говорят. Баскетбольные мячики. Плюс он впервые использовал в этом фильме комиксы. То есть там включены комиксы. Замечательный саундтрек. Саундтрек написал Давид Тухманов. Такой стилизованный под жесткий рок. Ну, именно так иронично стилизованный, но впечатляющий такой. И хороший актерский состав. Зачем звезды горят? Зачем звезды горят? Зачем звезды горят? Не ясно. Достань мне автомат. Ну, самое главное, я посмотрел, и я понял, что я хочу. Я понял, что я хочу какую-то работу, чтобы ездить за границу. Еще я не знал, какую именно, но хочу за границу. Чтобы посмотреть мир. В советское время это было не очень просто. Не так, чтобы взял и поехал в туристическую поездку. А чтобы ездить, посмотреть мир, надо знать, что прежде всего язык. И я налег на учебу. Это восьмой класс. Школа у меня была отличная. Это шестая школа города Архангельска. Это легендарная школа. Очень много всяких ярких учеников. Например, на знаменитой фотографии, где Кейтель подписывает капитуляцию, позади стоит переводчик, наш советский выпускник шестой школы. Ну, там учились гроссмейстер Атмир Холмов, режиссер Владимир Меньшов. Историки повыходили. Потом я уже в Москве учился у Евгении Ивановны Поповой. Это был один из лучших американистов советских. Она тоже шестую школу заканчивала. Сейчас зам директора музеев Московского Кремля Ольга Дмитриева, великолепный специалист по Тюдоровской Англии, тоже из шестой школы. Французский историк 18 века, изучающий 18 век Влад Рожиудский, тоже из шестой школы. Просто во Франции больше реализовал себя. Было чему научиться. И вот я принялся учить язык и все остальные предметы. И там после восьмого класса экзамены сдавали. Я, в общем, сдал нормально, хорошо экзамены сдал. Там по-английскому пятерка была, что, в общем-то, было достижение, если учесть, что после второго класса у меня была двойка. Потом я думал, ну как, куда поступать? Пойду-ка я на ИНЯЗ. Ну, где язык учить на ИНЯЗе? А мама с папой говорят, нет, иди лучше на ИСТФАК. В Архангельске в то время, ну, ИСТФИЛ он был тогда, «История с английским». То есть готовили преподаватели истории английского, потому что прежде всего готовили там учителей, учителей для области. Часов недостаточно, а одна история – история, и английский – вот как раз оно. И я пошел туда. И вот это вторая такая случайность. Но когда я туда пришел, и все, я почувствовал себя, как рыба в воде. Я понял, что вот чем я хочу заниматься. Я хочу заниматься историей. И действительно, с тех пор я вот занимаюсь историей, поэтому я счастливый человек, очень счастливую жизнь прожил, потому что я нашел свое дело, свое призвание. И чем? Мне все нравилось. Но как-то мне особенно понравилось. Мне дали доклад. Я прочитал про античность монархии селевкидов. Доклад получился очень хороший. Я съездил также на конференцию, там в Сыктывкар, в университет с ним выступил. И даже уже потом, когда он в втором курсе был, мне лекцию про селевкидов преподаватель дала, чтобы я ее не читал. То есть вот я решил, что я нашел себя в селевкидах. И в Архангельске мне сказали, так, вот сейчас ты закончишь, вот ты три года, отправим тебя в Питер учиться. Из Архангельска в Питер отправляли в то время. Так, ты там выучишь древнегреческий, защитишься. И когда ты вернешься, как раз преподаватель идет на пенсию, ты будешь преподавать. То есть я на втором курсе знал, что меня ждет преподавание античности в Архангельске. Ну, после второго курса я переехал в Москву по семейным обстоятельствам. Перевелся в Ленинский ПЕТ с понижением в курсе, правда. А Ленинский ПЕТ, то есть МПГУ, МПГУ, тогда он МГПИ был тогда, но вот сейчас МГПИ имени Ленина был. А это удивительный такой институт, потому что он был, с одной стороны, педагогический, но, с другой стороны, программа была во многом университетская. И он ведь в 30-е годы, он назывался второй МГУ. И там об этом помнили. И программа во многом она такая была университетская. И оттуда многие вышли историки, кто у нас в институте работает. Тот же Павел Юрьевич Уваров, главный медиевист отечественный. Александр Владленович Шубин, революциями занимающийся 20-м веком. Главный специалист по просвещению Сергея Яковлевича Карпа. Они вот все оттуда вышли. То есть образование давали очень хорошее. И очень рано я там познакомился с Геннадием Семеновичем Кучеренко. На втором же курсе, как я пришел. Блестящим фронковедом. И из династии научной. Династия научная, это как бы от ученика к учителю и дальше. А это есть такое понятие у нас между собой великой династии. Потому что кто начал преподавать в России историю французской революции, это Владимир Иванович Герье в 60-е годы 19-го века. У него были ученики. У него был ученик Кореев, у которого были ученики. У него был ученик Виппер, у которого были ученики Лукин и Волгин. У Волгина был ученик Борис Федорович Поршнев. У Поршнева Геннадия Семеновича Кучеренко. У Геннадия Семеновича Кучеренко я. Ну и на самом деле все действующие историки французско-революции, кого посмотришь, они все вот к этой династии принадлежат. Все в основном от Гирия. Есть еще одна как бы такая была боковая ветвь, это Лучицкий и Тарли, но она в общем-то заглохла. То есть я сразу попал в хорошие руки. И Геннадий Семенович работал со мной так, как я работаю со своими учениками. Потому что что главное для историка? Это мотивация. А вообще в любом деле главная мотивация. И Геннадий Семенович работал так, он дает задание и все. И он тебя не спрашивает, не проверяет, тебе надо, придешь потом доложишь, и он с тобой все это обсудит, но бегать за тобой не будет. И так он говорит, ну я смогу с вами заниматься с третьего курса, а сейчас, а это начало второго, поскольку я с понижением перевелся. Найдите себе тему поближе к новой истории, всеобщей истории, с языком и воской английский. Совершенствуйте английский, читайте газеты. Ну не Moscow News, это русско-английский, а в то время ведь не было западных газет. Вот так, чтобы взять и читать, да, аутентичный. За исключением одной Morning Star, газета английских коммунистов. Читайте Morning Star, это настоящий английский, английский-английский. Ну и я взял, в общем, английский изучал и ничего не понял сначала. Потом уже начал понимать, и действительно это вот очень помогло мне в изучении языка. А в конце года скажете, что. И поближе к новой истории, это у нас в средние века, я попросил, мне дали тему меркантилизма. Английские меркантилисты, мыслители. Я написал курсовую к концу второго курса. Потом, уже когда я работал в институте всеобщей истории, из этой курсовой вырос ряд статей. И в прошлом году я писал статью меркантилизм для российской исторической энциклопедии. То есть вот такой... На что в этой курсовой? Ну так 40 лет со мной этот меркантилизм, как-то не основной мой сюжет, но присутствует. Написал, Геннадий Семенович посмотрел, понял, что, ну, видимо, оно неплохое было, если я потом из этого статьи понаписал, что со мной можно работать. И потом звонит он мне в конец второго курса, это май 81-го, звонит и говорит, будете заниматься французской революцией. А весь мир исторический готовился к двухсотлетию французской революции. 89-й год и огромное количество, огромное количество всяких мероприятий. А самое главное, в советской старгальфе, там же все плановое было, преимущество, предпочтение, то есть для публикации, для всего по французской революции. Потому что накануне французской революции, накануне двухсотлетия выяснилось, что не готовы. Старые умерли, новых не вырастили. И я об этом писал в книжке «История французской революции. Пути познания». Накануне смены вех, там глава. Поэтому в это время и Анатолий Васильевич Аду в МГУ бросает целый ряд молодых людей на французскую революцию. И Геннадий Семенович Кучеренко тоже, несколько из своих учеников, готовит на французскую революцию. Будет заниматься французской революцией. Я говорю, а кем именно? Он говорит «Макинтошем». А я говорю, а это кто? Английский мыслитель. А как его хоть звать-то? Сами посмотрите. А источники-то есть в библиотеке? Ну, вы сами посмотрите. То есть это вот нормальный подход. Надо, иди, смотри. И французский. Вот давайте-ка поучите, что у вас все время один английский. Учите французский язык. А потом, когда в 2002 году для французского ежегодника писали, Андрей Владимирович Гладышев, коллега мой друг, писал статью, очерка Геннадия Семеновича Кучеренко и брал интервью. И оказалось, что Геннадий Семенович Кучеренко, когда пришел в 50-е годы в университете к Поршневу и говорит «Руководите мной, пожалуйста». А Поршнев – это величина. Во Франции называют 17-й век «Лю секс Поршневьян». То есть это редкий случай, когда советский историк, российских признавали, советских мало, но Поршнева признали. То есть это редкий случай, когда он стал классиком для Франции. То есть Геннадий Семенович к нему пришел, студентом, весной тоже говорит «Борис Семенович, хочу у вас специализироваться». Борис Федорович говорит «Вот, четыре книжки, прочитайте к осени, придете, мы обсудим, посмотрим, буду я с вами работать или нет». Книжки на французском. Геннадий Семенович и немецкие. За лето он выучил французский, чтобы прочитать эти книжки. Ну и мне тоже говорят «Учите». А у меня в 81-м сын родился старше. А когда ребенок маленький, это же ты ничем не можешь заниматься, это же он орет ночью, ты встаешь все время к нему и все время ходишь как пьяный. И опыт показал, что вот в таком состоянии язык лучше все ложится. Ты ничем не можешь заниматься, а язык отлично изучает. И к осени я читал французские тексты. А потом также вот у меня, когда Женя Прусская пришла, уже забегая вперед, у нее был английский и арабский. Она говорит «Не возьметесь для мной руководить, чем хотите заниматься Египтом, я Францией занимаюсь». Ну это значит что? Это египетский поход Наполеона. «Надо вам французский». Все, Женя выучила французский, стала читать источники. На самом деле, если хочется, можно все. Главное мотивация. Мотивация – это самое главное. И к осени я читал. Причем мне так понравился этот опыт, что когда у меня потом, уже позже, через 6 лет родился второй сын, я уже итальянский так учил. Хорошие. Методы. Да, методы хорошие, делюсь. И стал вот макинтош, 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 курсовые макинтоши, потом диплом. Макинтош. Диплом написал, диплом хороший получился. Ну и, естественно, надо учиться. Да, и цель появилась. Я хотел работать в институте всеобщей истории. Потому что институт всеобщей истории – это вершина. То есть лучше него по всеобщей истории, по всеобщей истории Запада в России ничего нет. И в Советском Союзе ничего нет. А попасть тогда, ну это не знаю, было очень трудно, как в отряд космонавтов. Сейчас тоже стало трудно. Но тогда было труднее. Почему? Во-первых, в советское время, это сейчас есть фриланс, да, а в советское время не так много было работ, где тебе не надо каждый день ходить на работу. А ты сидишь дома работаешь, сам в свое время распределяешь. Это во-первых. Во-вторых, мало людей ездят за границу. А из института всеобщей истории хоть кто-то доездил. Не все. Были не выездные, кто не ездил. Но кто-то ездил. Хоть иногда там выпускали. То есть это двойной такой бонус. И поэтому здесь работали люди, ну дети многих крупных партийных, там дети. Вот у нас дочка Молотова работала. Ну хотя Бухарин был репрессирован, дочка Бухарина работала. Осинский был тоже репрессирован. Даже сейчас таких имен, наверное, не знаете. Это тоже один из лидеров оппозиции 20-е годы. Его дочка работала. Первухина дочка работала. Это был секретарь московского горкома, которого Хрущев снял, когда с антипартийной группой. Ну в общем, много было интересных людей, которые попасть сюда трудно. И для меня это был, конечно, такой вызов. Поэтому я закончил, учился, когда у меня были одни пятерки. И диплом был, в общем-то, очень приличный. Диплом был где-то по 200 страниц с источниками. И стал сдавать экзамены в аспирантуру, институт всеобщей истории. Сдал все экзамены на пять. И мне прилетает повестка в армию. У нас не было кафедры. И 1 ноября за чтение в аспирантуру. А за три дня меня забирают в армию. Ну так и так говорю в институте. А меня брали бы в отдел истории общественной мысли. Это один из таких сильнейших отделов. Просто вообще, что не человек, он легенда. Про это можно рассказывать долго, не об этом речь сейчас. И руководитель отдела этого, заведующий отделом, сектором. Тогда были Людмила Сергеевна Чиколини. Человек, очень влиятельный в институте. У нее муж раньше был вторым секретарем украинского ЦК Компартии. Потом он не принял 20-й съезд. И во время большого скачка он был послом в Китае. В 1968 году он был послом в Чехословакии. То есть такие места-то все. Потом в начале 80-х был послом во Франции. И тут он был заведующим одним из отделов ЦК. Это очень высокая должность. Поэтому Людмила Сергеевна считалась здесь. И она пошла и договорилась, что меня взяли на работу. Лаборант. И я с 1984 года лаборант в институте. То есть я ушел в армию с должности лаборанта. А это что значит? По возвращении из армии меня обязаны восстановить в институте. То есть вот ушел. Полтора года я был в армии на Дальнем Востоке. Тоже случай был такой, что я должен был под Москвой служить в Таманской дивизии. Сидел на городском сборном пункте уже у нас. А это как бывшая школа. То есть вот в классе сидим. И заходит офицер и говорит там вот этому, который во главе нашей команды. Мне двух человек не хватает, заберу двух у тебя. И берет два дела сверху и одно мое. Идите в другую комнату. Пришел туда мужики куда? На Дальний Восток. Ну значит на Дальний Восток. То есть вот случаи, случаи в жизни многое играет. Но все зависит конечно от человека. Это был интересный опыт. Тоже одно останавливаться не буду. Считаю полезный опыт. И поэтому когда мне говорят, а не ставьте ему двойку, ну совсем балбес какой-то, да. Он в армию пойдет. Я говорю, ему самое место в армии. Слава богу, сейчас из армии на фронт не посылают. А в наше время это Афганистан. Афганистан, люди шли. У меня однокурсник служит в Афганистане. Нормально. То есть потом он журналистом стал. Время перестройки это более опасно оказалось. Его убили за то, что он был журналистом. Афганистан прошел нормально. Армия, она дисциплинирует. И в 86-м году я пришел. Тем более, в общем, в таком интересном месте служил. Я был заместителем командира взвода, охраны, командующего округом. А это генерал Язов. То есть мне было это интересно посмотреть. Как бы изнутри, как это все делается. Отдельная история. Это солдат Чонкин плачет. И пришел в институт. В 86-м году меня в институт восстановили. Готовлюсь поступать к осени в аспирантуру. Геннадий Семенович уже перешел в другое дело. А я в историю общественной мысли. Ну и все равно он мой руководитель. Я к нему хожу. И он говорит, слушай. И мне тему дали Годвин. Историю общественной мысли они занимались социалистами. А Годвин это английский социалист. Его считают основоположником анархизма. Хотя я как раз писал о том, что это не так. Мне дали Годвина. Ну Годвин это интересно тоже. Хотя по человечеству он мне был очень несимпатичен. Такой занудо страшный. Но тем не менее изучать тоже интересно. А Геннадий Семенович говорит, да что вы будете с этим Годвином возиться. Вы будете в девках сидеть еще пока напишете. У вас диплом отличный по Макинтоше. И я свой диплом на работу защитил как кандидатскую в результате. Вы даже не дописывали? Введение заключения. Введение заключения естественно расширил. И там что-то в сноске повставлял. А сама сном и вся та же. И так можно было? А почему нет? Если работа хорошая, конечно можно. Ну мало ли. А, ну тогда плагиата как такового вот этой проблемы не было. Нет, такого не было. И автоплагиат на самом деле это глупость большая. Потому что ты же написал, ты же не украл ни у кого. Ну да. И я как раз стараюсь со своими учениками, чтобы чем раньше приходят, тем лучше. И курсовая должна стать главой диплома. Вторая курсовая тоже главой диплома. Диплом потом станет основой для диссертации. То есть это нормально. Потому что вот так прийти в аспирантуру и за три года написать с нуля, это нереально. А по нынешним временам особенно. Почему потом поговорим об условиях работы. И я поэтому уже в 87-м году, в 86-м пришел, в 87-м представил работу, ее обсудили. Но задержался с защитой, потому что тогда директором института была Зинаида Владимировна Удальцова, член-корреспондент. И она поехала в Баку на конференцию, купалась и утонула. И у нас пока не было нового директора, и что у нас все защиты встали. И я поэтому защитился уже весной 88-го года. Но я защитился раньше, чем все те ребята, кто со мной поступал в аспирантуру. То есть что не делается, то к лучшему. Армия оказалась к лучшему в данном случае. А так бы сидел 3 года, мурыжу тему. И поскольку защитился, уже стал научным сотрудником. И с тех пор работаю в институте. И как уже сказал, действительно счастлив, что и что в институте работаю, и что занимаюсь историей. А как сформировалась новая русская школа? Как она сейчас развивается? Насколько тема французской революции и наполеоновских войн актуальна для молодых исследователей? Это большой вопрос, но я думаю, тема одна. Поэтому вот сразу задам эти все вопросы. Да. Во-первых, новая русская школа, это не то, чтобы выстрелили французскую революцию, это не то, чтобы партия, куда вступают. Вступлю-ка я в новую русскую школу. Это стихийно появилось название, в интернете появилось название. А, это даже не вы придумали. Нет, упаси Господь. И на самом деле оно появилось как? Потому что в 80-е годы стало ясно, что марксистская историография не может объяснить французскую революцию. То есть вот эта информационная теория, она ничего не объясняет. Классовый подход не объясняет. Потому что буржуазия не делала эту революцию. Буржуазия, имея в виду в марксистском понимании, как капиталисты, предприниматели. Нет, они страдали. Они страдали, они могли симпатизировать каким-то реформам, но активных из них не было. Вот как раз. И по марксистской теории был феодализм, потом стал капитализм. На самом деле Франция в 18 веке это активно развивающийся капитализм во всех отношениях. И, например, еще даже до перестройки в 1884 году работа Людмилы Александровны Пименовой, кандидатская, была защищена в МГУ. Она работа совершенно новая, одни марксистская работа. Она с теми методологиями, которые применяли в школе аналов и то, что наши зарубежные коллеги применяли. А потом в 1888 году был круглый стол накануне двухсотлетия революции. И как раз так получилось, что я этот круглый стол организовывал. И где участвовал весь цвет историографии советской французской революции. Все-таки в советское время такая тема была приоритетная, людей было много. Это опубликовано, все можно прочитать. Сборничек маленький, библиотеки есть. И уже на этом круглом столе, по сути дела, марксистскую, такую вот классическую марксистскую концепцию отстаивал только историк из Ульяновска, который уже давно перешел от изучения французской революции. То есть он в 60-е, начале 70-х закончил. И вот он объяснял нам, что, чтобы понять французскую революцию, нужно как следует прочитать труды Ленина. И вот там все объяснение найти, там с лупой и так далее. И очень ругался на то, что никто его не слушает. Но все остальные, они уже давали не марксистскую концепцию. То есть это уже было новое. И в 95-м году Анатолий Васильевич Адо, Анатолий Васильевич Адо, он был бесспорный лидер историографии. Вообще в историографии французской революции всегда есть лидер. Она очень моноцентрична. То есть до него был таким Манфред, до Манфреда был Лукин, но до Лукина Кореев, до этого Герье. То есть и Анатолий Васильевич Адо в 95-м году констатировал, что советской историографии уже нет. Началась новая, российская. Своё лицо у неё, как им она будет, это видно будет. То есть он уже констатировал рождение новой историографии. Но 90-е годы начались. И получилось очень интересно. Это тоже я писал в этой книге «Пути познания». «История французской революции. Пути познания». Получилось очень интересно. Было на этом кругом столе очень много людей и очень много молодёжи. А, ну вот вы как раз рассказывали, что поколение сменилось. Сменилось, да. Молодые кандидаты были, которые вот только в конце 80-х у нас постоянно шли защита по французской революции. Они поуходили с темой революции. Кто куда? Кто в бизнес ушёл? Кто в журналистику ушёл? Кто ушёл в новейшую историю? Кто-то ушёл в эпоху просвещения. И в результате, к середине, вот как раз когда Анатолий Васильевич, а он от незадолго до смерти констатировал, он в 95-м году умер, осталось историков французской революции очень мало. И в 95-м году, когда я проводил круглый стол по экабинизму, то есть это после смерти АДО, мне как-то хотелось, чтобы корпорация опять собралась, и чтобы посмотрели друг на друга. И люди пришли, и уже было понятно, что даже те, кто пришли, многие уходят из этой темы. То есть они как по старой памяти пришли, но они уже занимаются другими. Кто-то эпистемологией стал заниматься, то есть практических историков шоу. И фактически вот в этот период получилось, что в 90-е, нулевые годы, ну пришли новые люди. То есть Дмитрий Юрьевич Бавыкин пришёл в МГУ, ученик АДО. Андрея Владимировича Штырсенко, ученика АДО. Там Влада Владислава Юрьевна Сергеенко, кандидатская тоже защитила. Очень хорошая была диссертация по Вандее у Мехковой, Елены Михайловны. То есть новое поколение. И вот здесь как раз в интернете стали новое поколение называть новая русская школа. Почему? До советской школы была русская школа, которая была такая, плюрализмом отличалась, и очень хорошая, она была интегрирована в мировую историографию. То есть почти всё, что ведущие историки, там, Герье, Кореев, Лучицкий, Тарли, многое, что они издали, оно тут же переводилось за границей. А потом была советская школа, русская школа, она закончилась, окончательно её придавили уже во время академического дела, 30-31 год. И Тарли потом был, но он уже был как одиночка, и революцией непосредственно уже и не занимался потом. Он толерант больше, этот самый Наполеон, а такие писал. И была советская школа. Советская школа, это была сильная школа тоже, но она была во вторке. Она была изолирована от мировой историографии. И интересно, что из советской школы, по сути дела, признавали за границей очень немногих. В 50-е годы левые историки, когда Яков Михайлович Захер вышел из лагеря, они так его очень приветствовали, очень им увлекались. Он занимался бешеными. Но потом это поколение ушло, и сейчас Захера за границей не помнят. Сейчас знают двух советских историков. Это Далина Виктора Моисеевича, который написал свою книгу о Бобёфе на архивах Бобёфа, которые хранятся в Москве. То есть это живые архивы, это всё. И Анатолий Васильевич Адо, который свою книгу о крестьянах написал год про работу во Франции. Это был адский труд. В 60-е годы послали тогда молодёжь. Геннадий Семёнович Кучеренко работал. И Анатолий Васильевич Адо, вот он собрал этот материал, написал книжку на тему, которой французы толком так не занимались. И эту книжку перевели, и французы издали, но она вышла через полгода после его смерти. Он успел верстку посмотреть, а книжку не застал. Вот двух они знают. А новая русская школа, сразу люди начали ездить за границу. Потому что, во-первых, открылись границы и гранты. Появились гранты. Стало можно ездить на стажировки. Французы стипендию Дидро, это 6 месяцев, потом ещё можно до 9 продлить. На коллоквии мы ездили. То есть, вот новая вот эта историография, она оказалась сразу интегрирована. Конечно, не на том уровне, как была русская школа, но всё-таки этих людей знали. Ну, в какой-то момент, там, условно, в середине десятых удалось выйти на тот же уровень, как вы думаете, или нет? Нет, это же не быстро. К тому же, всё не так просто. В десятые годы опять происходит смена поколений. По разным причинам. Торсенко ушёл из активной историографии. Сергеенко уехала во Францию, ушла из активной историографии. Мехкова, она сейчас архивный работник, публикует, но так активно уже не работает. То есть, опять сменилось. То есть, там остались в нулевый год, фактически, мы с бы выкинули только. И уже нынешнее поколение новой русской школы, это, ну, и Гладыш вообще там, да, профессор, это уже ученики наши. То есть, несколько смен. То есть, это молодые. Но они тоже, они интегрированы, они ездят за границу, публикуются. Но, конечно, чтобы вот так, как воспринимали, как русскую школу. Нет, французы, они не любят иностранцев, кто занимается их историей. Они нас знают, они признают, публикуют. Я участвую во всех проектах по французской революции международных и наполеоновских. Вот, там был такой большой проект, история Франции глазами иностранцев, когда они собрали франковедов, таких крупных из разных стран. И, а что вы думаете вот по разным событиям? Ну, вот я писал про 14 июля, как раз, взятие Бастилии и про Аустерлиц. Потом был такой проект издательства Раутлидж, это английское издательство Раутлидж и французской революции, где они собрали всех, кто вот французской революцией занимается таких в мире, чтобы они как бы сборник такой, коллективную монографию сделали. Там я тоже участвовал. Сейчас выйдет в марте кембриджская история наполеонских войн, туда я писал, египетский поход, ну, всех наполеонистов собрали. Потому что кембриджская история, ну, она как бы на десятилетие, это такой вот эталон делается. То есть они приглашают, но чтобы они вот так вот, как это, чтобы это был Люсьяк Поршевьен, как с Поршнем было, такого, конечно, уже сейчас нет. Но ездим, работаем, ну, и по большому счету важно, что мы можем работать на том уровне, но работаем-то мы все-таки для своей публики. Это же все историки, они работают для себя. Для каждой страны ведь свой взгляд, свои вопросы задают. Например, у французов, как-то мы переводили текст нашего коллеги для французского, ежегодника французского, и такое понятие делиберасьон, как его перевести. Мы знаем, как. Может быть, обсуждение. А, поговорили, разошлись, да? А может быть, обсуждение с постановлением какое-то, да? Решение приняли. Проголосовали, все. А что такое делиберасьон? Делиберасьон, это не просто поговорили, это как бы официальное обсуждение, но решение не принимается. То есть у нас таких понятий нет, мы не знали даже, как перевести. Для французов это вот делиберасьон, потому что Франция это страна слов. Да, вы рассказывали на лекции, пацан сказал, пацан сделал, у нас это действие, у них это знак равно. Да, 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 это синонимы. И для них это вот делиберасьон, это очень важно. Собраться, а поговорить, называется. И поэтому они изучают это во время французской ревиции. А для нас это вот как-то вот непонятно. То есть мы другие вопросы задаем, а они другие вопросы задаем. Ну, важно, что мы можем сотрудничать и вместе какие-то проекты делать, проводить. Хотя, строго говоря, то есть в 90-е годы, вот когда мы это ездили и стали стажировки этим, это было, да, это было важно, то, что мы поехали, мы научились работать, как они по требованиям, там определенные публикации материалов и так далее, там они немножко более строгие требования. Но это была такая, конечно, эксплуатация. Потому что им важно было, это была программа Архив Востока, публикация тех материалов, которые в России по истории Франции. То есть им нужны были контрагенты, которые будут это вместе с ними делать. То есть это неравное сотрудничество. Оно как бы равное, но неравное. Но у нас выбора не было, потому что 90-е годы это были трудные годы, и просто мы ездили на эти стипендии, потом там экономили деньги, привозили, здесь жили мы на эти деньги. То есть там в то время на тысячу долларов, например, что сейчас тысяча долларов, в то время это год можно положить у нас здесь. Можно книжку сесть писать? Можно книжку сесть писать, тогда я написал свою докторскую, когда получил первый грант. В 94-м году получил первый грант. Гранты давал фонд Сороса, тогда стал. Сороса ругают и правильно делают, он действительно это не просто так давал. Но в то время с наукой плохо, и Сорос пытался купить ученых. И давалось очень много грантов. И эти гранты, они позволили нам поддержать науку. Удалось создать вот этот слой людей, которых грантаеды. Но среди историков нет. Я потом был экспертом в разных фондах, я видел, да, профессиональные грантаеды, которые готовы сегодня мы по социологии пишем, завтра мы пишем по политологии, а образование у нас вообще какие-нибудь там биохимик. Только по биохимии мы плохо работаем, а мы лучше говорить будем. Такой слой был. Но историки нет, они на эти гранты делали нормальные вещи. И на этот грант я вот сделал свою книжку, которая эта докторская у меня стала, которую я защитил в 97-м году. За полтора месяца до смерти Кучерянка. То есть он у меня был на защите уже от инфаркта. Он через полтора месяца умер. И вот новая русская школа, да, так назвали. Название как появилось? Сначала в интернете появилось, потом, когда мы французский ежегодник в 2000 году возобновили, а он с 90-го года не сдавался 10 лет. Ну, в 90-е годы решили чего. А потом решили восстановить его. И Александр Ганчу Барян собрал франковедов. Вот давайте восстановим французский ежегодник. А мы только что выпустили сборник. Памяти дали там с технологиями всякими компьютерами и так далее. Ну, я ей в лес говорю, а вот надо делать вот так, так, так. И что ли главным редактором? Он говорит, делайте. Ну, вот с тех пор уже в этом году 24 выпуск должен выйти, который... Нет, 25. 25 уже выпуск должен выйти восстановленного ежегодника. И когда мы первый выпустили, была рецензия, была рецензия в книжном обозрении. И автор рецензии, так, видимо, с юмором назвал «Новые русские франковеды». Ну, «Новые русские» — это же был определенный образ. «Новые русские» — это в красных пиджаках с большими телефонами, такие первые бизнесмены, золотые пуговицы, там... Часы больше руки. Часы, да, но вот приезжали во Францию там в соболих кепках, вот. То есть «Новые русские». То есть это как вот... Учижительное какое-то сравнение было. Ну, оно как бы, оно ироничное было. Что вот, не знаю, может, человек обиделся, что это как бы историарфы, и было отрицание советское. Хотя она и вышла из советское, но это диалектика, да, по Гегелю. Закон отрицания-отрицания. То есть «Новое» отрицает «Старое», чтобы оттолкнуться, да. А «Следующее новое» оно отрицает «Это Старое», и вот все по спирали так происходит. Вот. Это развитие. Может, поэтому назвали. А она так прижилась, и уже и за границей так это пишут, что уже они без всякого этого юмора прижились, что это вот новая русская школа есть такая. И вот вы начали говорить про включенность российских ученых в международную исследовательскую деятельность. А что касается вот молодых ученых как раз, сейчас же вот вы говорите, в 10-м году сменилось поколение. Они все включены, публикуются за границей. Позапрошлом году Виктория Верченкова первая в России получила стипендию фонда Наполеона. То есть стипендия фонда Наполеона, это как медаль выдается и прочее. Это признание то, что ее работа, которую вот она должна защищать, надеюсь, в этом году кандидатская, она на мировом уровне. То есть они ее признали, вот, к примеру. Другие тоже, они публикуются, публикуются за границей, ездят на конференции, хорошие связи за границей. То есть интегрированы. И тоже признан был русской школы и новой русской. Нету какой-то методологии единой. Нету какого-то, как в советское время, методологии марксизма. Здесь, что удобно, то и есть. Исследование такое используется. А как вы считаете, это хорошо или плохо? Это хорошо. Ну, понятное дело, что марксизм это какая-то крайность уже, когда ее лепили везде, и там 1917 год искали значение, не знаю, в Зимбабве. Понятно, это плохо. Но вот, например, бывает ли такое, что исследователь заходит куда-то вообще не туда, используя новые какие-то методы, и вот просто взрывается в этом. Нет, ну это же не императив. То есть он использует те методы, которые нужны для этого материала. Чисто исследовательские. Это когда меня спрашивают, вы какую методологию придерживаетесь? Какой методологии придерживаете? Я говорю, я придерживаюсь методологии Мусаси Миамото. Мусаси Миамото, это был в 17 веке воин, это эталонный воин, Японий считается, который путешествовал по Японии. Его конек был битвен двумя мечами в двух руках. И он с разными лучшим, с лучшим бойцом Копья, с лучшим бойцом Кистеня сражался. Он написал книжку, потом он это обобщил, он философ. Книга «Пяти колец», которая в Японии обязательно была для прочтения офицеров. То есть это как бы взгляд на решение проблемы. И вот как решение проблемы, почему я говорю Мусаси Миамото. У него пришлось ему, на бой его вызвал Сасаки Кадзира, боец, лучший боец с длинным мечом. И Мусаси Миамото, а он лучший воин. А лучший воин это что? А лучший воин тот, который не цепляется за одну какую-то методологию, а использует то, что ему лучше. И вот он пойдет со своим мечом, да, он даже с двумя, как он любит. Но у того длинный меч, он имеет преимущество. А что делать? И он берет такой вот неожиданный способ решения. Он идет на бой с длинным деревянным мечом. Этот меч из твердого дерева, он по длине такой же, как у Сасаки Кадзира, но он легче. То есть он получает преимущество. Но деревянный он все-таки может быть перерублен. Ну, тем не менее, вот эта неожиданность. Потом выровняли по длине, и он убил его деревянным мечом. С Сасаки Кадзира. Это метод на все века? Да нет. На все бои? Нет. На случай? Ну, этот случай, да, для решения конкретной проблемы. Так и в исследовании. Для решения конкретной проблемы надо брать конкретный метод. Поняла. Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Был вопрос еще у нас по поводу архивных фондов. Вы уже рассказали про ситуацию, когда хотели выманить архивный фонд. Ну, с помощью ваших работ выманить архивный фонд. А сейчас какие есть доступы? Вот вы говорите, молодые ученые включены в эту среду. Ну, вот, допустим, на данный момент может ли молодой исследователь поехать во Францию? И дадут ли ему этот доступ? Или это все закрыто? Нет. Смотря какой. В прошлом году два человека из нашей команды, они ездили во Францию. И тому, которому надо было работать в военном архиве по 18 веку, его не пустили. Потому что из России, Россия враг, а французские военные, они же даже 90-й год считали Россия враг. У меня была знакомая францужинка, которую уволили из Министерства обороны, когда узнали, что у нее бабушка русская и что она любит Россию. Интересно. Для французов Россия, вот, для военных, для этой Россия была всегда врага. При всех разговорах о чем-то еще. Не пустили в этот архив Венсеанский. Ну, в другие архивы пускали нормально. Сейчас просто, ну, трудно ехать. Но это, опять же, мотивация. Та же Виктория Верченко, вот она ехала. Она ехала через Белоруссию, Литву. У нее в Белоруссии сломался поезд. Она договорилась, там парни ее подбросили к границе с Литвой. Там большая очередь, пешком нельзя переходить. Она побежала к литовским пограничникам. Можно я вон тот первый автобус сяду. Тогда успею на самолет, который из Вильнюса летит в Париж. Ее пропустили, она пробежала, села. Приехала, прилетела в Париже, отработала, прилетела в Тулон. Отсняла материалы. На нее напал бандит на улице. Стал отнимать телефон. У него все материалы там. Она маленькая такая, но спортивная. Она вцепилась. В результате битвы она отбила свой телефон у него. Когда говорят историк, он как Индиана Джонс. Но Индиана Джонс археолог, который уничтожил все памятники, которым прикасался. На самом деле историк должен быть авантюристом. И должен уметь принимать неожиданные решения. Ну и просто на местности выезжать, смотреть. Я революцией занимаюсь. Мне это интересно. Я поэтому и желтым жилетом ездил. Ну как попадает, да? Как попадешь. Как попадешь. В 91-м году, когда путь был, к Белому дому ходил тоже. В начале Майдана, там на самом деле он не совсем так начинался, как считается. Не в Киеве, а начинался с нацистского марша во Львове. А я во Львове лекции читал. Но я потащился. Как раз в это время, да? Как раз. И на следующий день я уезжал. И на следующий день они все грузились в автобусы и ехали в Киев. В Майдан строили. Вот я шел, посмотрел нацистский марш. Посмотрел, как они объявили национальную революцию. То есть это было понятно, к чему идет, что это не интеллигенция пошла с коррупцией бороться. Нет. Это было понятно. Но для этого надо пойти посмотреть. Вопрос вот у нас остался про институт. Вы рассказали, как вы сюда пришли. Тоже необычно, авантюрно. Как вы оцениваете изменения, произошедшие за ваш период работы в институте, как исследователь и как сотрудник института? Институт, я говорю, это вершина. И до сих пор это вершина. Всеобщая история в России. Но, когда пирамида осыпается, вершина тоже не может быть идеальна. А пирамида осыпается. Сейчас исследования по всеобщей истории в России в глубоком кризисе. И они просто, это вот вымирающая специальность у нас. Почему так получилось? В 90-е годы из истории ушло очень много людей, работающих. Кто мог жить без истории, но они реализовали себя в других местах. В политике, кто-то там в бизнесе. Но человек, который настоящий историк, который отравлен этой историей, ему трудно очень уйти из истории. И вот коллега была у нас, мы с ним много конференций организовали. В конце 80-х, начале 90-х, ей пришлось уйти в бизнес. Она сейчас, ну вот во всяком случае, не знаю, несколько лет назад, она миллионерка в Нью-Йорке. На торговле ценными бумагами там сделала. Но она настоящий историк была. И она вот поскольку из этого ушла, она прервала все связи с историкой. Потому что ей просто больно видеть было тех историков, которые остались и работали. Но те, кто мог, они поуходили. И остались фактически в истории только энтузиасты. И вот сейчас, говорите, тяжело опять в институте общей истории попасть. В 90-е ворота были настиж распахнуты. Приходи, не хочу. Не хочу, что называется. Ключевое слово, не хотели. Потому что платили копейки. Я говорю, выживали за счет иностранных грантов. И получилось, что выпало целое поколение. И сейчас это поколение, оно должно было быть активно действующим. Сейчас есть у нас крупные ученые, есть. Активно работающие есть. Но возьмите, сделайте по общей отсечку в 50 лет. Или даже 55. И вы увидите, что ниже этого возраста буквально единицы. Кто активно действует и все. В наше время, в 90-е годы защищались. То есть, Артема Корычу-Луня в 33 защитился в нашем институте. В нашем институте защищался из Архангельска. Зашихин Андрей Николаевич написал классическую работу по эмогологии. Но сейчас он ушел из истории. 34 года в нашем институте он защищался. Ну, я в 34 обсудился, защитился в 36. Это докторская уже? Докторская, да. То есть, это было нормально. Сейчас люди защищают в 30 лет кандидатских. Хорошую работу защищают. Но времени больше требуется. Вот я поэтому переспросила. Потому что 34, 32, доктор уже. Да, и это были хорошие докторские. То есть, это были докторские. Уже мы имели признание. За границей имели признание. Уже в 90-е годы. 34 мне было. Я руководил секцией на Всемирном конгрессе в Монреале. А Всемирный конгресс, это раз в 5 лет. Вроде такой олимпиады историков. Такое грандиозное. Проводится в разных странах. И от России было только 2. Была большая секция, которой руководил Чубарян. И был круглый стол, которым руководил я. 34 года. Сейчас я в 40 лет не вижу. Вот кто бы мог вот так где-то руководить. То есть, стареет история, постарела. И есть очень хорошая молодежь. Вот до 30-30 лет. А между ними примерно 20 лет. Простое. Ну вот, как бы, пустота. А это в чем опасность? А в том, что молодых историков, сейчас это наше поколение уходит, и некому учить просто будет. Понимаете? Принемственность нарушилась. И мало того, что тех, кто может учить, их меньше. Но еще и не все хотят учить. Понимаете? Есть прекрасные историки, но они не хотят возиться с молодежью. Не хотят научным руководителям. Это трудозатратно. Энергию требуют. Но не всем нравится. И это проблема. Это большая проблема. Это большая проблема во всей стране у нас. Потому что целые школы, целые направления позакрывались. Тем более после реформы 13-го, ну даже не 13-го года, это Академия реформ была, а реформа вузов, когда сливаются кафедры. И вот, например, Волгоградский университет с прекрасной такой историей, у них нету кафедры всеобщей истории. И всех слили в одну кучу. Кафедры истории. Там все. А это значит что? Это значит, ставки сокращаются, людей меньше. То есть это большая проблема. Как это решать? Это проблема государственного уровня, потому что на самом деле очень немногие страны являются мировыми державами историографии. А что такое мировая держава историографии? Это держава, где изучают весь спектр историй. разных стран. А их всего ничего. Ну, Россия всегда была, США, Англия, Германия, Франция. Даже Италия, она выборочно другие страны изучает. Испания, там вообще, они изучают историю Испании и Латинской Америки. Все. А другие страны в основном свою историю изучают. То есть изучение вот так вот истории всего спектра исторических проблем и всей хронологии это удел великих держав историографических. И сейчас у нас вот этот статус, он под угрозой просто, потому что все меньше историков. И, например, в десятые годы, когда вот Павел Юрьевич Уваров возглавлял в ВАКе экспертный совет, он тогда такие цифры приводил. Раньше на три диссертации по российской истории защищалась одна по всеобщей. А сейчас, когда он говорил, вот тогда, одна по всеобщей на 10 по российской. В три раза почти, даже больше. Ну, да, то есть это просто все меньше и меньше. А почему тоже? По российской легче защищаться, там с языками не надо, да, источники ближе. а по всеобщей труднее. И поэтому часто молодежь идет по такому бы легкому пути. Ну, надо статус, работа, диссертации. И поэтому сейчас происходит вот такое осыпание этой пирамиды. Как-то что-то можно с этим делать. Ну, мы пытаемся с этим хоть как-то по принципу, да, делать, что должно и будь, что будет. Делаем, что должно. Вот нащупали такой формат школ. Научных, да. Научных школ проводить. Школы для молодежи. Немножко как бы тоже случайно нащупали, потому что все началось с того, что в 15-м году институт имел грант и надо было эти деньги потратить и решили помимо конференции большой в честь Венского конгресса провести школу для молодежи. и мне позвонили и сказали Александр Викторович, можете ли вы только быстро собрать школу для молодежи, ну, хотя бы человек 15 молодежи. Я всем постучал по своим этим самым связям там в Саратов, в Архангельск, в Екатеринбург, в Тюмень и людей прислали. Это была первая школа, мы ее называем школа прототип. Получилось очень хорошее. Сейчас из этой школы ребята, которые вышли, диссертации 5 кандидатских, одна уже даже докторская защищена с 15-го года. И потом, когда мы выиграли Мегагрант в 2018 году, мы сразу, когда подавали на Мегагрант, заложили, что будем проводить школу для молодежи. И тогда провели вот первую школу, они, которые сейчас их уже как такое неофициальное название, осенюшки, потому что осенью проводим. И провели две в Москве, потом последний год у нас Мегагранта был, мы проводили уже под Тарусой, лучше на выезде проводить, чтобы люди постоянно находились в общении. Потому что когда в Москве, это что, московские пришли, выступили, ушли, а у вас, чтобы общение было постоянно. И смотрим, эффект хороший. И тот раз министерство нам дает еще денег. Мы провели в 21-м году в Ялте школу тогда. Раз еще дали денег. Осенью мы провели в Софрино, в декабре. То есть осенюшка превратилась в зимнюшку денег. Поздно дали. И те, кто на эти школы ездят, они не просто это такая школа, чтобы приехал, послушал. Таких полно проводится. Эффект от них небольшой. Потому что люди приедут, потусят, послушают, что им говорят мэтры. А здесь и лекции, и все выступают с докладами, все разбирают эти доклады. И то есть это вот такой вот в течение недели мозговой штурм происходит. И общение очень плотное. И потом они там создают свои эти группы ВКонтакте, уже общаются из разных городов, обмениваются. те, которые на прототипе были, которые уже защитились, они друг другу уже оппонентами ездят, там поддерживают друг друга. То есть создается среда. Это вот она такая зачаточная, то есть очень небольшая, но хоть какая-то. То есть это вот та живая ткань, с которой может что-то вырасти. А вот такой вопрос это магистры, аспиранты или это тоже студенты-бакалавра туда могут попасть? Зависит и бакалавры, и магистры, и бакалавры, и магистры, и аспиранты, и молодые историки до 35 лет, в том числе кандидаты. Это зависит от доклада. Зависит от того, что предложат. Разные темы и очень это эффективно и очень нам нравится. И собрали коллектив преподавателей просто dream team такой, но на этот год нам не дали денег. Поэтому надежда, что может какой-то большой грант выиграем, тогда проведем. Поэтому деньги дает министерство, а там немножко они по-другому смотрят на эти вещи. А так, что надо всеобщую историю спасать, но это историки видят, а со стороны это не видно вроде бы. А вот такой вопрос. вы на этих научных школах рассматриваете абсолютно любые темы, начиная античности, заканчивая на вечное время. у нас темы были по новой истории, все темы были по новой истории. Потом с прошлого года включили средние века, и получилось тоже очень хорошо, потому что интересно ребят приехали по средним векам. Нет, чтобы оно все стыковалось достаточно. Чтобы не было сборной солянки, там один про Селевкидов рассказывает, третий про Советский Сейчас у нас была школа, которая прошла вот последний человек на войне, средние века и новое время. То есть это военно-историческая антропология. И от средних веков и до Первой мировой войны. А поскольку человек на войне, на самом деле в разные времена люди на войне, они испытывают очень часто схожие ощущения, это экзистенциальная ситуация, жизнь, смерть, друзья погибают, лишения и прочее. Поэтому оно как-то вот перекликается. И поэтому были очень, конечно, интересные доклады. И сейчас самое-то обидное, что нам денег не дали, потому что сейчас у нас уже конкурс. На первую осенюшку мы просто уже завлекали, потому что разослали, да, там везде по этим университетам, ну, еле-еле наскребли вот эти 30 человек. А сейчас на эти 40 мест, которые у нас были, был большой конкурс, там по 3 человека на место. Много, да. Много, да, но вот, и было из кого выбрать, и поэтому подавляющее большинство докладов были просто великолепны. Мы с вами вот так плавно перетекли к теме, перешли к теме студентов, вот, и мы, когда поступали, и на протяжении всего периода обучения, нам говорят, что у нас готовят сотрудников института, вот, и как вы считаете, вот в Гауган, как вы оцениваете систему исторического образования в Гауган, и вообще, как вы сюда попали? Ну, понятное дело, что как сотрудник института, но вот как это произошло, интересно послушать тоже. Да, но раньше, немножко издалека, институт пополнялся строго из МГУ выпускниками, и вот какие-то такие наиболее мотивированные из Ленинского педа попадали. А из историко-архивного, тогда еще РГГУ не было, ну, может, раз в пять лет кто-то забредал, с большим трудом попадал, а потом выпадал, то есть, как правило, не удерживались, то есть, было так. Создали Гаугн отчасти, ну, это идея Александра Гановича была, и идея-то оказалась очень плодотворная, хотя отчасти у него была чисто такая прагматическая идея, чтобы сотрудников поддержать, ну, денег платили мало, чтобы они имели возможность все равно, они везде преподают, я на разных факультетах преподавал, в Москве ведь очень много факультетов исторических, и, ну, наполовине, наверное, я преподавал, и другие также, и он решил, что, ну, пусть они преподают лучше здесь, не отходя от родного института, и так был придуман тогда сначала Гугн, Гугн, потом уже стал Гаугн, и, ну, когда Гугн, за глазами всех студентов зали Гугенот, вот, для франковедов это, то есть, это наши Гугеноты, вот, и, у меня было три пришествия в Гаугн, и первый самый, я читал спецкурс по истории Франции, по новой истории Франции, и это был первый выпуск Гугн, у меня люди с первого выпуска, там, четыре девчонки были, со второго выпуска и с третьего, которые, то есть, это были четверокурсники, третьекурсники и второкурсники, вот, из второкурсников это ваш проректор Николай Владимирович Промыслов, вот он у меня был, с курсом старше, это курс Фоминанилова, но там его однокурсница была, потом она у меня писала диплом, очень хороший, а сейчас она администратор вышки, тоже очень хороший организатор, а из самых первых, с первого выпуска, там у нас одна девочка, она сейчас, ну уж сейчас девочка, взрослая женщина, она кандидат нового к докторской пишет, в институте остался, тогда я пришел, и мне было это очень интересно, и в результате этого, когда у меня старший старший сын, у меня учился на ИСТФАКе МГУ, а младшему я сказал, нечего тебе идти в МГУ, иди в ГАУК, потому что в чем разница, МГУ это самая лучшая система образования до сих пор, вот у нас в стране лучше историческое образование, чем МГУ, то есть по системе, как построено, но в МГУ нет жизни, там студенты, вот как я сравнил, садятся в такой паровозик, тележки едут, и им там знаницы кидают, ну поймал, поймал, не поймал, сам виноват, в ГАУГНе инициативу надо проявлять, они, говорю, как дети кукурузы, в кукурузе ходят и ищут себя научных руководителей, темы, уже из того, что я сказал, вы могли понять, что главное мотивация, и вот здесь эта мотивация будится. Волей-неволей. Не то, что волей-неволей, если ты хочешь заниматься, ты добьешься этого, а если нет, то, может, все же не должны быть историками, и не нужно столько историков. Историк, это вообще удивительный человек, которому особые качества должны быть, это должен быть аналитический ум, как у следователя, воображение, как у художника, писать, как писатель должен, авантюризм должен быть, конечно, чтобы не бояться заниматься наукой и новые какие-то вещи делать. То есть, не все могут быть историками. Образование историческое хорошее, это самое лучшее гуманитарное образование, оно широкое, но историками могут быть не все. Но здесь люди, вот поскольку кто хочет быть историком, они добиваются. Они находят себя руководителя, они начинают работать с ними и так далее. Поэтому сейчас институт очень молодежи из Гаугна в основном. Из НГУ приходят, ну там, конечно, античники и медиевисты просто все древние языки, они просто очень хорошие. В Гаугне труднее вот эти вещи делать, то есть, это очень надо желать. Но все можно. Женя Прусска она арабский выучила, вот как сама, да, потом французский выучила сама. Она хотела. И кто хочет, они так и делают. У меня все, кто со мной работают, ребята, девчата, они все учат второй, третий язык. Когда есть возможность, какие-то гранты получаем, вот когда мегагрант был, тогда кто хотел, всех на курсы отправил интенсивные. Когда нет, сами учат. Все зависит от человека, все зависит от желания. Если есть желание, можно все. И в Гаугне почему больше жизни? Потому что вот они сами должны, вы сами должны все делать. Но у вас есть возможности, потому что здесь такого количества преподавателей и исследователей ни в каком МГУ нет. Какой есть институт всеобщее истории? Мы даже можем обращаться к сотрудникам института, если они, допустим, берут себе студентов. Это даже вне преподавательского состава все можно делать. Это было интервью с Чудиновым Александром Викторовичем. На этом наш пилотный выпуск проекта «История историки» подошел к концу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok